Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Гость нашей программы Алексей Викторович Поляков, начальник управления образования администрации Одинцовского городского округа. Здравствуйте, Алексей Викторович! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие земляки! Хотелось бы сегодня, конечно же, в первую очередь подвести итоги ушедшего учебного года. Есть чем гордиться, Алексей Викторович? Несомненно, есть. Начну, наверное, традиционно с того, что у нас в нашем муниципалитете прошло знаковое событие. Это создание городского округа. И в связи с этим оно, конечно, коснулось и образования. В сеть образовательных учреждений уже городского округа влились общеобразовательные учреждения города Звенигород. Это 5-4 школы и 1 гимназия. И 8 детских садов. И таким образом, на сегодняшний день сеть общеобразовательных школ составляет 55 общеобразовательных учреждений. И за парту 1 сентября сядут более 46,5 тысяч школьников. Из них первоклассников, кстати, 3800, что на 7% больше, чем в прошлом году. И 80 детских садов теперь у нас, дошкольных образовательных организаций. С воспитанниками более 17 тысяч. Большая семья. Что хочется сказать по итогам учебного года, который завершился. Для нас он завершился достаточно хорошо. Хочу сразу сказать, что образование Одинцовского района занимает не просто лидирующие, а первую позицию в Московской области. И образовательные учреждения Одинцовского городского округа продолжают удерживать лидирующие позиции не только в области, но и в России. Я хочу отметить Одинцовский лицей 6-10, Одинцовскую лингвистическую гимназию. И даже, несмотря ни на что, нашу начальную вторую школу, которые вошли в топ-100 лучших школ Подмосковья. Кроме этого, в лучшую сторону, наверное, могу отметить еще и школы Барвихинскую и Сожгорки-10, которые вошли в 300 лучших школ России. Хочу отметить и Центр эстетического воспитания, который вошел также в топ-100 лучших учреждений дополнительного образования Российской Федерации. По итогам оценки работы руководителей у нас директора таких образовательных учреждений, как ОЛГ, 2-й лицей, 6-й лицей, 10-й и школа 17 вошли в 60 лучших руководителей Московской области. Это, в общем-то, очень хороший показатель. Ну, а, конечно, ключевой оценкой качества подготовки наших ребят являются несколько показателей. Но я, наверное, остановлюсь всего на двух основных этих показателях. Это результаты государственной итоговой аттестации и Олимпиадное движение. Сразу хочу отметить, что по сравнению с прошлым годом результаты значительно улучшились. Если мы будем говорить о сдаче девятиклассниками ОГЭ, то результаты достаточно неплохие. Я бы сказал, средний балл сдачи экзаменов, в общем, мы посчитали где-то 4,1. И причем, что хочется отметить, ребята получали самые высокие баллы по самым сложным экзаменам. Это русский язык, английский, математика, физика, информатика. Это очень положительная тенденция. Увеличилось и количество стубальников. Увеличилось количество стубальников. Я бы не сказал, что оно увеличилось. Я хочу сказать честно, оно уменьшилось. У нас другая немножко тенденция. У нас на сегодняшний день ЕГЭ сдавали 11-классники, 1885 ребят. Стубальников у нас 16. Но у нас есть два человека, которые повторили свой результат и получили 200 баллов. То есть по двум предметам эти ребята набрали по 100 баллов. И здесь самое тоже, наверное, отрадное, что таких муниципалитетов-то всего 8 в Московской области, где есть вообще ребята, которые набрали два раза по 100 баллов. Я хочу сказать, что ребята молодцы. Александр Двореченский из Старогородковской школы. Это физика и математика. Очень сложные предметы. И Одинцовская средняя общеобразовательная школа номер 3. София Подпругина. Заняла по химии. Взяла 100 баллов по химии, набрала. И по русскому языку. Ребята, конечно, молодцы. Это наша гордость. Но здесь, наверное, стоит еще и отметить, что есть тенденция, которая не может не радовать. Где-то она сейчас нас немножко огорчила. Но я хочу отметить, что почти, заметьте, из 1885 выпускников, которые сдавали в 11 классе, 500 человек набрали от 90 до 99 баллов. То есть, они были в полушаге. То есть, смотрите, это 500 человек. Это там не 10, не 100 человек. 500 человек, которые были на грани... То есть, треть. Да. Супер. Которые стояли на самой границе почетного звания стубальник. Поэтому мы очень надеемся, мы проанализируем, где что-то... Чего не хватило. Чего не хватило, да. Потому что такое количество ребят, вроде бы, казалось. Но это все равно не может не радовать. А как вы считаете, все-таки, вот что здесь играет? Эмоции, знания или вот все факторы сразу? Или это как в какой-то части тоже и успех, и рулетка? Ну, рулетки здесь никакой нету абсолютно. Естественно, форма экзамена построена... Это 100% построена только на качестве знаний. Ребята, не имея знаний, они не покажут никакого результата положительного. Поэтому, конечно, знания. То, что волнение играет определенную роль, это тоже однозначно. Все ребята разные. Вот, естественно, кто-то из них волнуется. И это сказывается, зачастую сказывается на результате. Вот. В этом учебном году, подчеркну, что вот традиционно наш округ является лидером по количеству золотых медалистов. И в этом году тоже мы стали первыми. 316 ребят у нас получили золотые медали. И здесь мы тоже переживали, потому что в этом году требования к получению золотой медали, они изменились. Если раньше ребята получали золотую медаль по итоговым оценкам, и сдача ЕГЭ не влияла на получение золотой медали. Нет, на получение медали, то теперь медаль выдавалась после сдачи обязательных экзаменов русского и математики на отличную оценку, если это база по математике, и не менее 70 баллов надо было набрать по русскому и по математике, по профилю. Вот. Вот. Естественно, ребята волновались. Если раньше ребята шли на экзамен, гарантированно зная, что они все равно получат золотую медаль, то теперь они шли и думали, а получим ли мы, а подтвердим ли мы эту золотую медаль. Вот. Конечно. И нам очень радостно, что у нас один из самых маленьких процентов, вот, которые, ребята, которые не смогли подтвердить медаль. Ну, 316 человек – это очень высокий показатель. Вот. Поэтому вот такие были правила. Ну, ежегодно, кстати, вот ребятам всегда есть к чему стремиться, потому что те баллы, которые проводите вы для золотых медалистов, они, конечно же, ну, просто повышают мотивацию других ребят, которым еще только предстоит начать подготовку к выпускным экзаменам и, собственно, побороться за ту самую золотую медаль. Да, конечно. То есть это ведь тоже служат, но определенной мотивацией, то есть, ну, хочется быть и первым, и лучшим. Понятно, что это дополнительные баллы к поступлению, но, тем не менее, вот принести домой с гордостью золотую медаль и побывать на балу главы Одинцовского округа – это тоже огромный подарок. Конечно, вы абсолютно правы. И глава тоже подчеркнул, что отдельно из вас, когда выступал перед медалистами, он сказал отдельно. И, конечно, из вас наверняка тоже ребята стремились сюда, чтобы попасть и прикладывали все усилия, знания. Чтобы побывать на балу. Получили знать, чтобы побывать на этом балу, конечно. И да, многие ребята, чтобы просто ощутить это действие, понимаете, бал был, конечно, прекрасный сделан. Кроме того, в прошедшем учебном году 78 школьников были поощрены за особые успехи в учении искусств и спорте стипендиями губернатора Андрея Юрьевича Вороблева. А 100 юных талантов стали стипендиями главы Одинцовского городского округа Андрея Руберчича Иванова. Ну, можно, наверное, перейти к олимпиадному движению. Здесь мы тоже гордимся нашими детьми. С каждым годом больше и больше. Я просто сразу хочу сказать одну цифру. По сравнению с прошлым годом, на региональном этапе, то есть на уровне Московской области, наши ребята, количество призеров и победителей увеличилось на 20%. За один год. Это колоссальная цифра. Ну, это же и подтверждает как раз-таки качество обученности наших детей. То есть и показатели и ЕГЭ, и количества золотых недалей, это все, собственно, складывается. Все взаимосвязаны между собой. Не может быть одного без другого. Если есть медали, значит, есть и призеры. Если есть призеры, значит, будут медали. Поэтому однозначно у нас, если в прошлом году у нас было 79 призеров на региональном уровне, то в этом году 122. То есть колоссальный рост. На России, на российском уровне мы абсолютно подтвердили. Мы ни больше, ни меньше. У нас один победитель и три призера на российском уровне. Алексей Викторович, ну, за всем этим стоит все-таки труд педагогов. Ну, конечно, без участия родителей детей не обходится, но тем не менее. Вот те люди, которые как раз-таки готовят стобальников, золотых медалистов, да и в целом обучают всех наших детей, ведь они вкладывают не только все свои знания, да, они вкладывают действительно душу, все свое сердце, всю свою энергию отдают ребятам, чтобы дать им возможность, вот как можно больше был у них этот старт, да, вот эта стартовая площадка, как можно больше у них было знаний, опыта за 11 лет, накопленных в школе. Ну, безусловно. Вот если говорить вот про вот эту педагогическую семью. Безусловно. Свои, скажем так, учебные, творческие заслуги ребята, несомненно, делят со своими педагогами, конечно, и с родителями. Стимул для учителей на сегодняшний день у нас – это, конечно, творческие педагогические конкурсы, которые мы проводим у себя, которые проводит регион, которые проводит Российская Федерация. Учителя ведь все чаще, да, и все больше стали получать грантов, в том числе за подготовку детей, за реализацию своих программ, новых наработок. Несомненно. И здесь нам тоже, кстати, есть чем гордиться. Я хочу сказать, что в конкурсе «Воспитатель года-2019», «Воспитатель детского сада-83» Светлана Немитулина на сегодняшний день вошла в пять лучших участников этого конкурса на этапе Московской области. И лучшие из лучших. У нее есть все шансы попасть в финал на Российскую Федерацию, на конкурс «Воспитатель года». И еще хочу сказать об одном замечательном педагоге. Это Павел Павлович Реутов. Он учитель истории общества знаний Несовской гимназии номер 11. В конкурсе «Педагог года-2019» он также вошел в пятерку лучших педагогов Московской области. И тоже сейчас вот где-то в начале осени пройдет финал и по «Воспитателю года», и по «Педагогу года». И лучшие из них, первые из них поедут на Россию. Мы очень надеемся, что кто-то, а вообще, что оба станут участниками. Они и так у нас лучшие в России, мы и так знаем. Но будем надеяться, что они попадут на конкурс. Я хочу отметить Елену Маланю, которая вошла в топ-5 лучших учителей России по экопросвещению. Это педагог Одинцовской гимназии номер 13. Ну, хочется еще, конечно, отметить, что глава Одинцовского городского округа Андреевич Иванов делает абсолютно все для поддержания престижа педагогической профессии. Ежегодно 30 лучших педагогов округа получают премии за профессионализм и учительское мастерство. За это ему огромное спасибо. И сейчас, наверное, хочется сказать, тоже подвести итог и рассказать об учебном заведении, которое носит название Одинцовский лице номер 10. У них тоже происходят сейчас структурные изменения. Все много наслышаны. Но вот вы давайте раскрывайте все карты. Я хочу рассказать об этом учреждении. В принципе, все знают достаточно много. Это учреждение с большими традициями. Возглавляет его Валерий Вячеслава Карева, директор уже много лет. Это одно из сильнейших учреждений не только Одинцовского района и Московской области, но и Российской Федерации. Я хочу сказать, что на данное образовательное учреждение попало федеральный проект и стало базовой площадкой или, как это принято говорить, опорной школой Российской Академии наук. Оно выходит из подчинения нашей сети образовательных учреждений, получает статус образовательного учреждения Московской области, прямое подчинение. И здесь будет совершенно другая программа, будет другой набор детей. Но я хочу сразу сказать об одном, что в этом образовательном учреждении будут обучаться только наши дети, дети Одинцовского городского округа. Какие преимущества это вот именно для лицея даст? Для лицея, ну, во-первых, это колоссальный скачок, наверное, развития сначала материально-технической базы. Затем всего научного потенциала. Это профессорский преподавательский состав ведущих образовательных учреждений. Я не буду говорить только вузов, а здесь, конечно же, школы будут. Это изменение методик преподавания. По всей видимости, естественно, это изменение направлений программ, определение каких-то новых целей, приоритетов. Мы посмотрим, нам, в общем-то, интересно увидеть, что будет с этим образовательным учреждением. В Московской области их всего шесть. Шесть самых лучших. В душе, конечно, корько, но мы же понимаем, что это делается только для увеличения, в общем-то, научного потенциала нашей страны в целом. То есть, в том числе, там будут провериваться и новые программы, проекты. Конечно, абсолютно. Все самое-самое новейшее, все самое будет именно там. Это все будет, это вот будет все передовое, что есть в стране, будет там. Алексей Викторович, вот честно, положа руку на сердце, я понимаю, что вы, как руководитель управления образованием, конечно же, любите все учреждения нашего округа, равнозначно, но, тем не менее, какое для вас самое дорогое? Да, ну, дорогое, наверное, то, которое ты строил и открывал, вот, это Маденцовская школа номер 17, углубленная изучением отдельных предметов, потому как у истоков, у фундамента я стоял, у строительства строил, и первый, и второй корпус открывал, запускал, набирал педагогический коллектив, вот, ознакомился с родителями, обустраивались, жили, готовили новые учебные программы, вот, поэтому, вот, наверное, как-то в сердце больше. Когда вы приступаете порог школы, сердце трепещет, вот не хочется снова услышать звонок, прийти на урок, увидеть восторженные взгляды детей, не скучаете? У человека, который 25, 20 лет, извините, в школе… А вы еще и в нескольких поколениях проработал в школе, конечно, как же не хочется. То есть, геннастия учителей. Очень хочется услышать звонок, и очень хочется прийти на урок не просто в качестве слушателя, а провести урок, вот, общение с детьми, это стоит дорогого, вот, поэтому, конечно, да. А вот и особенно, наверное, это 17-я школа, как, собственно, отчасти созданная тобой, и Одинцовская гимназия 13, потому что я проработал там, ну, порядка, наверное, 15 лет. Вот, так что… Если все-таки подводить итог нашей сегодняшней беседы, потому что я понимаю, что время эфирное ограничено, о ремонте, строительстве и изменениях, которые коснутся сферы образования в ближайшее время, мы, я думаю, расскажем в одних из следующих выпусках нашей программы. Все-таки, если подводить итог ушедшего учебного года, вы довольны результатами? Вот вы сегодня перечислили 100-бальники, медалисты, есть показатели, которым мы действительно лидеры и вырываемся, ну, существенно отрываемся от других муниципалитетов. Вы, как руководитель, вы довольны своей командой? Ученической, педагогической, родительской, вот то, что за вашей спиной. Конечно, отдельные слова благодарности хочется сказать нашим родителям, которые принимают самое активное участие в образовательном процессе. Вот, я хочу поблагодарить родителей, всех родителей в лице нашего президента сообщества родителей Одинцовского района, Марианна Кристалинска, которая отдает всю себя. Совместно с родителями района на территории нашего городского округа проходит большое количество различных мероприятий, направленных на определение лучших условий, в первую очередь для воспитания и обучения наших детей. Это и культурно-массовые мероприятия, это и мероприятия, направленные на, скажем так, спортивного характера, научно-практические мероприятия, вплоть до научно-практических конференций. Одной из функций сообщества родителей нашего городского округа является функция родительского контроля. И в этом учебном году уже мы были свидетелями работы совместной комиссии нашей и родителей. Мы проверяли организацию питания воспитанников в детских садах и обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Хочу сразу подвести итог, что в родителей в целом комиссия была довольна и организацией питания, и качеством продуктов, которые дают детям. Сейчас, в пору, когда начались ремонты, идут ремонты, мы создаем комиссию, которая будет заниматься контролем за осуществлением проводимых ремонтов в образовательных учреждениях. Поэтому наши родители примут активное участие в приеме образовательных учреждений к новому учебному году. Уважаемые родители, низкий поклон вам. Большое спасибо. Спасибо вам, Алексей Викторович, за содержательную беседу. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на телеканале ОТВ. До свидания.